Ребята, всем привет! С вами Ксюша! Сегодня я делаю новые ногти. Значит, с этими ногтями я ходила долго, недели три. Сделала я их примерно 16 июня, даже помню по датам. С ними я отмечала свой день рождения целых два дня, а также у меня был с ними выпускной. Вообще много всего произошло с этими ногтями, даже на ВК-фест успела сходить. В общем, они мне очень понравились. Здесь я сделала нюд. Вроде обычно, но капец, как мне он запал в душу. Раньше я постоянно делала нюд из-за того, что в школу просто нельзя было делать другие ногти. И был нюд короткий. И мне это так не нравилось, потому что возраст такой был, что хотелось чего-то яркого прям. А сейчас делай, что хочешь, пожалуйста, Ксения. Но нет, Ксюше хочется делать нюд. Вот, вот так получилось. Не знаю почему. В этот раз я опять хочу сделать нюдовые ногти. Хотя я сегодня, ну, накрасилась достаточно ярко. Сделала красные губы под худи. Или как это не худи? Под свитшот, вот. Но, как бы, красные ногти я делать не хочу. Прикол в том, что у меня отвалился один ноготь. Это случилось совсем недавно. По-моему, дня два назад. Вот. Ну, так получилось. Я его аккуратненько сняла и опылила. Честно говоря, вот с такими ногтями со своими вообще неудобно ходить после длинных ногтей. Единственное, что прям удобно и прям прикольно делать, это сидеть в телефоне. Прям серьезно. То есть, когда ты сидишь в телефоне с ногтями, ну, ты как бы одно делаешь. А так, капец, я была в шоке, что экран телефона действует на обычные ноготь. У меня прям листается экран, когда я ногтем передвигаю. Это ж капец! И, кстати, небольшое объявление. В конце этого видео я распакую посылочки, которые мне отправили. Их всего две. Ребята, пожалуйста, больше не отправляйте мне посылок, потому что я закрыла ящик. Как-нибудь потом я скажу, что вот, можете снова отправлять. Тогда отправляйте. Сейчас не надо. И также на вакофесте мне девочка подарила вот такую коробочку. Ее зовут Тая. И я открою ее на видео обязательно. Поэтому ждем конца видео. Также в следующих видео будет розыгрыш, поэтому не пропускайте. На все мысли в сети ссылочка в описании. Я увидела у Леры в сторис, что у тебя новый костюмчик и фарточек. Да, мне очень нравится. Фарточек я давно подарила мама. Костюмчик такой же, как был раньше, пусть посветлее. Раньше темные штучки были, сейчас светлые. А фартук мне подарила мама, в общем. Я его, наверное, полгода минимум экономила. Он у меня лежал в шкафу. Я думала, я же сейчас его убью быстренько. И работала в старом. А тут думаю, что, лето, новая жизнь. Много красивого. Да, я там всегда новая жизнь. Ну что, давай с купликой. Опа. Один. Два дня назад. А так все замечательно. Ты моя хорошая. Минус один. На этом, на фесте там, да, наверное, кувыркалась. Ну, кстати, после него творился. Обнималась со всеми. А что надо? Ньют опять. Боже мой. Покороче, я надеюсь? Чуть-чуть. Покороче? Ну, чуть-чуть. А Лера, ты когда приедешь-то? Где-то приедет 28. Ты доходишь? На какие варианты? Я вот так, Таша ходила, например. Ну, мне кажется, да, покороче лучше сделать. Чуть-чуть. Чуть-чуть покороче. Насколько это слилось, настолько же убираю. Чуть-чуть-чуть-чуть. Я просто покороче смотрю на Галю и жду вот этой реакции. Галя, ой, Ктюша, убери побольше длины. Убери побольше длины. Да давай, Лера, уезжай. Тебе долго ходить. Убери побольше длины. А Галя молчит. А Галя молчит, ничего мне не говорит. Не поддерживает меня. Ну, если она хочет без ногтей ходить. Хочу. Поточил я свой топор. Я сегодня в стилане не пил. Обычно. Ни цвет ни зря. Да. Обычно поздно прихожу. Где-то раньше вообще в 7 приходила. Боже мой. После школы. Побольше, да, убираю? Нет. А что? Чуть-чуть. Ты же будешь коробки. Я. Я меня путаю с кем-то. Интересно, с кем. Не знаю, прям. Может тебе пуанты сделать. Ну, в прошлый раз мы тоже пуанты делали. Просто, если я хоть и долго ношу, как они... Ну, они такие. Они еще чуть-чуть зауженные квадраты. Они до пуантов не затягивают. Значит, такие вот ноготочки у нас получаются. Сейчас мы сделаем опил. Выбираю люкс один. Вот, думала сделать какой-нибудь дизайн. Тоже неудовый. Не пятнышки, а этого. Тигра. Тигра. Полосочки. Вот. Ну, что-то я уже передумала делать этого. Тигра. Может, стразики прилепить. Форма у меня примерно та же самая. Зауженный квадрат. Все как обычно. У меня есть проблема. Я не знаю, что мне делать. Что-то дизайн не делать. Надо выбирать дизайн. Еще есть проблема. Лера уезжает в отпуск. Поэтому, если сломаю ноготь... Одну пока можно. Спасибо. Пожалуйста. Теперь так. Теперь так. Ха-ха-ха. Ну, что, все-таки люкс один? Угу. Люкс one. А что ты посветлее не захотела? Они такие темные. Ну, что они темные? Как всегда. Какой классик. В школу собралась, да? В школе маникюр. Ты в школу собралась? Сейчас скучилась. Просто по школе уже. Нет, я по какой. Потому что цель у меня ассоцируется только с прошлой школы. Люкс один, да? Да. Ксюха, не трясись. Да она поет опять там что-то сидит. Песня с ВК Феста. А можно не петь? Да, тяжелый. Какой самый крутой исполнитель-то был на ВК Фесте? Хочешь, я отгадаю? Love 66. Да. Потом отживу, да? Да. Потом. Мэри Бэйби или кто он? Тихо, тихо, тихо. Не болтай срешу. Бэйби Мэри. Ну скажи, как ее там зовут? Мэйби Бэйби ее зовут. Мэйби Бэйби, боже мой. Мэйби, ну типа может быть. А Бэйби, ну Бэйби просто. Я вот предлагаю Ксюше фан-встречи сделать. И пригласить туда отживу буду, да? Да. Или Мэйби Бэйби эту. Я говорю инстасамку. А Ксюше инстасамку предлагает, чтобы она там орала за деньги. Орала за деньги. Орала за деньги. Это был разрыв, конечно. Здесь большая муха летает. Я тоже вспоминаю. Турция? Ну помнишь, когда мы за столом сидим? Турция. И муха ко мне прилетает. Это был Кипр. На Кипре. Блин, это на Кипре? Это я был Кипр. Это маленькая была. Сидим, короче, за столом. Шесть лет есть. По-моему, у нас обед был или завтрак, не помню. И прилетает ко мне муха, меня на видео снимает. Я просто с таким лицом сижу, типа. Папа такая за руку. Муха, муха. И такая. А там много мух было. Боже мой, это ужас. Кошек, мух. Мама, сейчас ведро упадет. Подвинь поближе. Что-то у меня какая-то песня заиграла. Как будто у меня депрессия. Да? Почему? Посмотри, что за песня. Сумма, а что мы дальше будем делать? Не знаю, по-моему, ничего не будем. Что за песня? Ну вот, послушайте. Вейст. Вейст. Ну, типа, как будто у меня депрессия. Такое ощущение. Так переключи на другое. Ну, у меня рука. А то депрессия начнется. Ну, блин. Вот. А это какая? Без депрессии? А это, по-моему, бразильское что-то. Ну, все. А это наоборот, да. Ну, то давай соберись уже в следующий раз. Ногти-то какие-то, наверное, другие нужны. А то так и будешь нюх делать. В школу буду яркие начну делать. Да, да. Черные. Сделай черные. Я, кстати, видела у девушки педикюр черные ногти. Как мне понравилось. И что-то такие ноготочки красивенькие были. Переключи-то песни. Опять? Что, не очень? Опять депрессивная. Лучше? Ну, вот это я вчера вечером думала. Я думала, что делать дальше. Может, вот сюда стразинку добавим, и все? А стразинку куда? Ну, к кутикуле ближе. Одну? Да, может, не надо? Что, вот так оставить? Да. Да пусть будет у нее одностральненько. А печать ты хотела? Уже не хочет. Белого тигра нарисовать вручную любые цветы. Но мне надо понимать, что значит белый тигр. И побыстрее. Ну, короче. Короче. Не надо ничего. Не знаю, вот стразик лепить или не лепить. Не надо. Не надо. Ну, зачем у тебя? Так, смотрите, с колечком, как красиво. Ну, если я колечко сниму. Короче, пойдет. Так и собираю. Ес. В том числе, не виноват. Еще топу блестящий, чтобы покрыть и мизинец. Ну, все-таки надо. Все-таки ты решила, да, что-то сделать? Ну, не найдем, значит, обычную, да. Тоже серебро. Ну, ты красивая прям. А ты не хочешь, правда, маленько с блеском сверху? Ну, мы вот эти уже все покрыли. Остался только мизинец. На этом красиво будет. Я не хочу светоотражайку, чтобы она светилась. Ну, вот это светоотражайка. А-а-а. Они такие беленькие, тоже серебренькие. Мелкие-мелкие. Вот, супер, мне выделяется твоим. А смысл-то будет все же? Конечно. Почему? Да, его не видно просто, что будет. Будет. Мне самой будет. Я вот так буду смотреть на него лично. Вот так, да. А второй ты тоже будешь делать? Да. Вот такие руки. Ты что, очень видно. Прям вообще ярко-ярко. Боже мой, что за яркий маникюр? Глаза режет аж. Вообще, да? Да. Как можно быть такой яркий маникюрец. Креативненько. Ребята, это же подарки для Леры. Ничего себе! Блин, спасибо большое. Вот, Лере. Вот, вот, Лере. Вот, Лере. А вот здесь вот даже... Конверт. Ух ты, это из резинок вообще всеразмерное такое. Прикольно. Спасибо. Опа. Лера прям разорвала ее. А что? А что это такое? Ой, это из эпоксидной смолы, наверное, да? Наверное. А что у нас в Ксюше они сушатся? Она посушилась. Фигарка мизинь яркий. Мизинцами кверху суши. Я прям в шоке, Лера. Вот, смотри, здесь браслетик, колечко. Здесь два колечка. Ох ты, кто-то старался, да? Беленькое просто. Ох ты, на фонаре. Спасибо, Лерочке. Мур-мур. Что, Лерочка? Спасибо. Копи, убирай свою копилочку. Сейчас, доделала Ксюхи ногти, спрячу в свое это. У меня в виде сердечка шкатулочка, я тут и спрячу. Ребят, я уже дома. Во-первых, я перекрасила губы. У меня теперь другой оттенок помады. Тоже красный, другой оттенок. Кто-то, может, заметил, а кто-то нет, как говорится. Да. Ногти мне очень нравятся. Не знаю, почему я опять хочу делать нюд. Мне очень нравится форма. Такой зауженный квадрат, ближе к балерине. Но балерином мы называть его не будем. Не будем. Значит, я не могла не выделить что-то на ногтях. Поэтому покрыла мизинец топом с блестками. Чтобы вы понимали, этих блесток не видно от слова совсем. Но если присматриваться, очень даже красиво, я вам так скажу. Посмотрим, может быть, в следующий раз я сделаю что-то яркое. Ну, а может быть, полоса нюда у меня продолжится. В общем, погнали делать распаковку посылочек. Во-первых, я открою посылочку от Таи. Как я уже сказала, Тая, привет. Она была еще с подружкой, но подружку шла раньше с дождя. Поэтому Тая и Майя, привет. Я даже помню. Так, значит, здесь такая коробочка. Это вкладыш лавыз. Открываем. Такой рисуночек. Письмо для Ксю. Ксю обожала, как они называют Ксю. Давайте прочитаем. На видео же читать, нет? Ксюша, привет. Если этот подарочек у тебя, то я смогла найти тебя на ВК-фест. Я очень рада, что нашла тебя. Меня зовут Тая, я живу в Сестрорецке. Это недалеко от Питера. Мне 13 лет, я смотрю тебя примерно с 2018 года. Давно хотела увидеть тебя вживую. Ты классная, смотреть твои видео это одно удовольствие. Снимай их почаще. Спасибо. Можешь, пожалуйста, передать привет Майе, Маше, Тае, Алисе, Индире? Майя, Маша, Тае, Алисе и Индира. Привет. Это письмо писалось. 1 июля, 12 часов ночи, 55 минут. Продолжаем. Это у нас для Ксюши. Вот такой пакетик. Тут мишка и внутри колечки из бисер. Давайте откроем. Просто поспешим. А внутри вот такие колечки. А второе, как я понимаю, с сердечком. То есть это носится вот так. Спасибо большое. Смотрим дальше, что же здесь лежит. Так, еще для Ксюши. Ксю. Тут написано карандашом, не думаю, что вам видно. Так, здесь у нас браслетик. Очень красивый. Такой розовенький. Оцениваем браслет. Это для Галечки. Колечко. И рисуночек. Спасибо. Это для Леры. Только что пришла от Леры. А это для Аришки. Аришка это уже видит в сентябре. И еще рисуночки. А, это тут прям по датам. СПБ, типа, когда это было сделано. Так, это Дубай. Класса первого экзамена. Тая, спасибо большое. А мы переходим к следующим посылочкам. Это посылочка от Герасимовой Анастасии. Из СПБ. Здесь вот такое большое письмо. Давайте прочитаем его. Ооо, это надолго. Ксения и Галина, здравствуйте. Пишу вам из города Санкт-Петербург. Зовут меня Анастасия, мне 13 лет. Почерк идеальный просто. Я знаю, что у тебя завтра день рождения. Нет, это так долго шло письмо из Калининского района. Извиняюсь. 17 июня. Ну, может, его поздно отправили, я не знаю. Но, как оно так долго шло? Типа, по Питеру? Ладно. Просто. Я поздравляю тебя с прошедшим. Мне нравится смотреть твои видео. Самая любимая рубрика «Закупка косметики». Полтора года назад я решила начать вести фан-аккаунт про тебя. Активнее всего я в лайке. Начала я тебя смотреть с видео, где ты снимала брекеты. Ооо, было такое. Было это в 2020 году. Ты мне понравилась сразу. Зашла на твой канал и поняла, что сильно сглупила, не посмотрев то видео ранее. Так как видела его в рекомендациях много раз. Хотелось бы сказать, что ты большая молодец. Сдав все экзамены на 4-5. Настя, спасибо большое. А мы переходим к последнему большому письму. Точнее, бандерольке. Это из Пензы. Егор Крид. Мой номер 5.8. Скорее всего, Вероника мне отправляла подарок на день рождения. Но пришло оно... Какое это? Не 5 июля. 5 июля. Извиняюсь, 5? В смысле 5? Уже скоро в школу, вообще-то. Это ужас. Я ничего не делала для школы, что вы понимали. Ничего. Я вообще еще лето не почувствовала. Лето-то вообще где? Так, первое, что я здесь вижу, это блокнотик, точнее, ежедневник с авокадо. Спасибо большое. И здесь внутри еще что-то... А, Ксения Куприкова, вверх, подписано прямо здесь. А это Ксения Куприкова One Love. А, не просто Love. Без One. Ксения Куприкова Love. Спасибо большое. Так, смотрим дальше. Это свеча. Ребята, у меня тут просто вообще... Ммм, очень вкусно пахнет. Короче, это свеча. Свечки я обожаю просто. Спасибо большое. А это письмо. Привет, Ксюша, меня зовут Вероника. Мне 11 лет, я учусь в 5 классе. Живу в поселке Беково. Или Беково, извиняюсь. Это рядом с Пензой. Смотрю тебя уже более двух лет. Занимаюсь бисероплетением и свечеварением. Значит, эту свечу она делала сама. Передай мне и моей сестре Лизе привет. Вероника и Лиза, привет. И это еще не все. Следующие такие закладочки с авокадо. У меня прям такой back to school уже, знаете. Сейчас авокадо. А вот это бисер, как я понимаю. Давайте посмотрим. Какие классные серьги. Булавки и на них бисер. Класс. Для Галечки вот такие украшения из бисера. Колечки, серьги. Это для меня. Здесь браслетик. Ну и для Леры. Лере ему потом все отдадим. Хочу посмотреть поближе, что же тут на плене. Браслет выглядит вот так, очень красивый. Спасибо. Такой беленький. Сердечко. И два колечка. Первое, как комплект к браслету, выглядит вот так. А второе колечко выглядит вот так. Оно беленькое, но без сердечка. Это все. Спасибо большое. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях свои мысли по поводу того, что я начала делать нюдовые ногти. Что со мной происходит, я не понимаю, почему опять нюд. Что вы об этом думаете? А на этом всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем идеи для видео. Ну и все. Пока. Пока.